В Сочи завершился фестиваль проектов научно-технологической программы «Большие вызовы». Это грандиозный слёт самых талантливых школьников со всей страны, которые представляют свои разработки в различных сферах. В этом году Тверская область на фестивале была представлена тремя участниками. С юными изобретателями пообщался Никита Васильев. Ученица Тверской школы номер 17 Елизавета Тулубенская только готовится к поступлению в высшее учебное заведение, однако уже твёрдо решила связать свою жизнь с наукой. Девушке интересна техническая сфера, а последние месяцы она вплотную занималась собственной научно-технологической разработкой. Вместе со своей командой Елизавета придумала и разработала систему автоматизированной парковки для судов в портах. Если у человека есть яхта или маломерное судно, сейчас ему нужно проделать огромное количество действий, чтобы встать на парковку в порте. Найти порт, дождаться подтверждения бронирования и отправить большое количество документов. И мы предлагаем веб-сервис, в котором можно зарегистрироваться и всего в пару кликов забронировать место и нужные услуги. Разработкой тверских школьников серьёзно заинтересовались крупные логистические компании. А вот проект воспитанника Тверского Суворовского училища Михаила Вахрушева скорее будет интересен специалистам Министерства обороны, ведь касается он подводных судов. Синтезировал материал, который помогает подводным лодкам получать ультразвуковые сигналы и определять расстояние, где находятся, допустим, другие предметы. То есть сейчас применяется свинец с штаном. То есть это очень дорого, свинец химически опасен. Я предложил гораздо дешевле, то есть калий и натрий, он почти ничего не стоит, и он химически безопасен. Эти и другие проекты школьники Тверской области смогли представить в Сочи на фестивале проектов научно-технологической программы «Большие вызовы». Это ежегодное мероприятие, которое объединяет талантливых ребят со всей страны, которые представляют свои разработки в различных сферах. Участие в этом проекте дает возможность не только проверить свои навыки и обзавестись новыми знакомствами, но и заложить базу для дальнейшего обучения. Это и дополнительные баллы в ВУЗы Российской Федерации. Ребята попали в реестр одаренных детей Российской Федерации. Это даст им возможность получить повышенную стипендию. И, соответственно, будет учитываться и дальше в их карьерном развитии. А уже этой осенью научные и производственные задачи ребятам вновь предложат решить ведущие российские университеты и крупные компании. Площадка «Лето Сириус. Начни свой проект» ежегодно объединяет сотни талантливых молодых людей по всей стране. Многие из этих изобретений уже в ближайшее время будут запатентованы, а часть из них после доработки внедрят в производство, в том числе и на тверских предприятиях, среди которых Тверской вагоностроительный завод и КСК.